Здравствуйте, дорогие мои афонтовцы и мои дорогие подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема подкормка в августе. Я толдычу вам каждый год одно и то же. Значит, в более прохладных регионах 1 и 15 августа, в более теплых регионах 5-20 августа, как отче наш, запоминайте, нужно подкормить все растения, которые уйдут в зиму. Не надо делать такие глаза. Все цветы многолетние, все культуры многолетние, деревья, кустарники, плодоносящие, декоративно-лиственные, декоративно-цветущие, подкормить двумя видами удобрений. Читайте. Суперфосфат калий серно-кислый или сульфат калия. Так он называется. Это называется только суперфосфатом. Почему эти растения? А потому что до 20 сентября, примерно так, в холодном регионе, в прохладном, закончится, сейчас идет интенсивно, и закончится в конце сентября нисходящее сокодвижение. В более теплых регионах оно закончится, скорее всего, в начале октября. Поэтому у вас подкормка сдвинута на неделю практически. Что нужно сделать? Значит, вот такое вот, такое вещество, как сульфат калия или калий серно-кислый, оно хорошо растворяется в воде. Для того, чтобы подкормить растения, сначала нужно все пролить водой. Потом взять одну столовую ложку вот этого серно-кислого калия. Это вот столько, не больше и не меньше. То есть вот такая жменечка. Насыпать в воду, развести и сразу идти проливать все растения. После поливки водой или после дождя это идеально. Растение получит калий и начнет работать над тем, чтобы заложить плодовые, цветочные почки, либо побеги замещения. Калий в этом поможет. Есть другое вещество. Оно несколько коварное. Вот как бы ни писали в литературе, что да, два вида суперфосфата, один одинарный, другой двойной. И двойной он растворимый в воде. Милые мои, мне никак это не удается сделать. Надо ждать, ну, практически пару часов. Еще и все время там что-то шурудить в этом ведре. Я делаю по-другому. Значит, на 10 литров воды берем 10 столовых ложек. Вот она ложка. Я уже без ложки могу обойтись. Смотрите, 10 столовых ложек суперфосфата. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Готово. А теперь внимание. Поскольку этот препарат особенно одинарный, а разницы нет, для того, чтобы получить раствор, можете пользоваться более дешевым одинарным, а двойной он немножко подороже, но разницы нет. Количество фосфора, которое выйдет в воду, оно будет одинаковое. Выбирайте. Либо деньги сэкономите, либо время. Значит, положив туда 10 ложек суперфосфата, в холодной воде мы настаиваем трое суток, в горячей воде всего сутки. Но количество горячей воды, которое нам понадобится, оно превосходит все просто нормы и ожидания. Поэтому я всегда беру холодную воду, засыпаю несколько ведер по 10 ложек, трое суток отстоит этот раствор. Его надо помешивать иногда, но можно и не помешивать, коли вы раз в неделю на дачу ездите. Когда вы приедете для того, чтобы отработать, полить все ваши растения, уходящие в зиму, то есть те, которые будут зимовать, вы берете отсюда всего литр раствора и добавляете к нему 9 литров воды и проливаете растения. Все же просто очень. Но сначала сульфат калия разлили везде, а потом через 3 дня, а лучше бы, если бы вы заранее подготовили, а следом можете разливать уже суперфосфат растворенный. Фосфор, он отвечает за корни образования. И вот знаете, уже с начала августа начинается цветение необыкновенно красивых растений. Это хризантемы. Если вы не дадите этому растению достаточное количество фосфора, то вряд ли они вообще у вас зацветут. И перед тем, как растениям уже дать возможность цвести, надо обязательно кормить ваши хризантемы вот таким вот фосфором. Все же просто, правда. Я же не предлагаю вам, господи, научные работы писать и читать их, и голову себе ломать. Запоминайте, эти вещества можно смешивать. Развели сульфат, калия, добавили литр туда раствора, настоя, но у вас всего 15 минут для того, чтобы вылить это подрастение. Если пройдет минут 20-25, начнется химическая реакция, и тогда уже бессмысленно что-либо делать. Два вещества соединив и выждав время, там все, знаете ли, распадется, и эти вещества просто превратятся в что-то сухое, но совершенно ненужное растению. Я не помню, что. Я не химик. Значит, ваша задача не забыть. Сделать это и земляники, и многолетние луки, щавели, если вы это любите. И то, что уходит в зиму, вся красота за мной, получит именно эти растворы. Яблони получат, получат груши, сливы, все. Не надо делать для себя никаких исключений. Лень она обернется весной. Калий, попав в растению, в его организм, он поможет ему перезимовать, сульфат калия имеет в составе кого? Все кусаются. Имеет в составе серу. Это заступница и защитница растения. Она будет бороться со всякими вирусами. Если растение ослабленное, весной получите полный букет болезней. И когда вы весной говорите, ой, а что у меня пропало, ой, а что у меня там листья не выпускает. А вы-то что сделали для растения? Ну, хоть немножко постарайтесь. Я вас прошу. Услышали? Я надеюсь. Я совсем не злая. Я очень добрая. Но я терпеть не могу, когда относятся к растениям, посаженные собственными руками. Ну, вот так наплевательски. На этом всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова